Всем привет, ребята! Очень рада вас видеть на своем канале. Недавно я написала у себя в инстаграм, какое бы видео вы хотели видеть в следующем. И получила такой интересный запрос, как сочетать одежду и макияж. И поэтому решила совместить две интересные темы. Сегодня в своем видео я вам расскажу о трендовых макияжах и расскажу о том, как сочетать одежду и макияж. Образ номер один. Если вы выбираете любой верх, который имеет в себе нежные оттенки, пастельные, светлые, акварельные, то я вам советую выбрать макияж очень спокойный, естественный, сдержанный. Отлично смотрятся сияющие текстуры, светлые тона. Я решила подобрать к этой светлой рубахе очень популярный сейчас макияж в розовых тонах. Так, для того, чтобы сделать этот макияж, мы выравниваем тон кожи. Также использую консилер для того, чтобы скрыть некоторые недостатки. Для такого макияжа кожа должна быть идеальной, потому что мы практически не подчеркиваем ни глаза, ни губы. Весь акцент идет на скулы и на сияющую кожу. Делаю свою любимую форму бровей. Для этого я использую тень, мягко их растушевываю. Не нужно делать слишком яркие брови для этого образа, потому что они будут выглядеть чересчур. Далее наношу хайлайтер на скулы и под бровь. В уголок глаза на подвижное веко наношу сияющие тени. И далее приступаем к самому интересному. Наносим ярко-розовый румяна холодного оттенка. Румян я наношу интенсивно. Очень важно в этом макияже, что румяна наносится немного выше, чем мы привыкли. А также наносится в складку века. И с помощью кисти я соединяю этот переход. И таким образом получается единый цвет. Также я наношу розовый румяна на губы и немного бальзама. Я думаю, что стоит оставить не на крашеные ресницы. И образ номер два. Если вы надеваете приглушенный верх, пыльного, умеренного цвета. Чтобы подчеркнуть его, отлично подойдут макияжи с акцентом как на губы, так и на глаза. Отлично смотрятся шиммерные тени. Я решила сделать акцент на глаза и показать вам трендовые сейчас сияющие тени для век. Итак, для начала я выравниваю цвет кожи, как обычно. И наношу консилер. Для этого макияжа мне хочется сделать немного скульптурирования. Оформляю брови. Делаю их немного ярче, чем обычно, чем в предыдущем макияже. Далее с помощью черных теней рисую стрелки. Наношу в уголок глаза красновато-коричневые тени, хорошенько растушевываю. Соединяю цвет красно-коричневых теней с цветом стрелки, чтобы получился единый цвет. И далее наношу сияющие золотистые тени на центр веков. И вот такой макияж у нас получился. Губы я оставляю нейтральными. Просто немного добавляю консилера. И лук номер три. Если вы решили выбрать темный свитер или темный свитшот, любые темные насыщенные оттенки, то вы можете сделать как акцент на губы, так и на глаза. Темным насыщенным цветом, как и с кипельным белым, отлично смотрится чистое сияние металла. Вы можете выбрать помаду в цвет вашей одежды, темную насыщенную. Или же выбрать тени, которые также противоположны по цвету или гармонируют с цветом вашей одежды. Я и же решила подобрать к этому образу акцент на губы и сделать очень модный макияж с темными губами и золотистой дугой. Для начала я наношу, как всегда, тональную основу и консилер. Корректирую форму бровей. Немного розовых румян. И немного выделяю сколу. Подчеркиваю ресничный контур с помощью темных теней, рисуя при этом небольшую стрелку. И далее приступаем к самому интересному, губам. И я уже несла консилер на губы и теперь четко прорисовываю контур темно-бордовой помады при помощи кисти. Также я добавляю на губы немного золотистой помады с сияющим металлическим эффектом. И с помощью золотых теней я рисую небольшую тугу. И такой макияж у нас получается очень драматичный. И он отлично смотрится с темной одеждой. Ну что же делать, если вы выбрали очень яркую неоновую одежду, интенсивных, насыщенных, может быть даже кислотных цветов. Вы также можете сделать акцент как на глаза, так и на губы. Но я советую все-таки выбирать яркие тени. Можно выбрать тени такого же цвета, как ваша одежда, противоположного или какого-нибудь близкого цвета. Я как раз решаю выбрать очень модный сейчас цвет гринри, который близок по цвету к моему желтому свитеру. И сделать очень юный, свежий макияж, который напоминает мазки краски на лице. Сначала выравниваю цвет лица, наношу консилер, немного корректирую форму бровей. И приступаем к самому интересному. Наношу тени густыми полосками в форме квадратов. Тень я смешивала с жидким блеском для того, чтобы добиться эффекта интенсивного цвета. На губы я нанесла помаду вбивающими движениями, чтобы сделать эффект зацелованных губ. И также я нанесла еще немного блеска для того, чтобы добавить влажного эффекта. И вот такой яркий макияж у нас получился. Мне кажется, очень здорово подойдет ли какого-нибудь летнего образа. И мне кажется, это очень уместно летом, просто забыв обо всем, свободно экспериментировать. Спасибо, что посмотрели это видео. Надеюсь, оно было действительно полезным для вас. Вы узнали много нового о трендовых макияжах и о том, как сочетать одежду и макияж. Всех целую и скоро увидимся. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok